Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Итак, ребята, у меня сразу же к вам первый вопрос. Во-первых, я вас представлю. Это Виталик, фронтмен группы, вокалист. И Макс. Нет, все наоборот. Да, все наоборот. Да, Макс. Отлично. Все наоборот. Ну да, наоборот. Ну да, какая разница вообще-то. Ну и у меня сразу же к вам первый вопрос. Судя по названию группы, не страдаете ли вы вообще весенней, весенней, осенней депрессии. Вот сейчас вот, может быть, время для осенней, так сказать. А если страдаете, то как вы из этого выходите? Из этого состояния депрессивного, например. Сейчас зима, ну ладно. Ну мы как выходим, например, вот. Встретились, выпили коньяку, нормально, чего. Почему бы нет? Чек дунули, в конце концов. То есть не страдаете? Нет, конечно. Ну, ребята, расскажите немного о группе вообще. Как давно она существует? Я знаю вот, что, например, Виталик, ты занимаешься музыкой давно, а группа существует не так недавно. Нет, музыкой я занимаюсь давно, и группа существует уже достаточно давно на сегодняшний день. Ну с какого? С конца 90-х я сейчас не помню точно с какого. Вот это вот ты, как я читал в твоем интервью, как бы стал заниматься уже гитарой лет с 15. Ну, да. Однако, ну, занятия были занятиями, и то есть... А с какого? То есть ты начинал с какого-то, может быть, еще другого проекта? Я играл в молодости в группах, но которые вообще никому не известны, то есть это была группа для себя, ну а потом просто совершенствовался, пока не понял, что достиг того уровня и тех возможностей. Ну, в основном, да. А ты, я знаю, Макс, также был занят с участием в группе «Коррозия металла», да? Да. С 90... С конца 97-го по 2003 год, вот, я являлся вокалистом и гитаристом группы «Коррозия металла», вот. Ну, в общем-то, считаю это одними из своих лучших лет, годов, прожитых на этой земле, вот. Ну, ушел по причине просто, видимо, взросления, и как бы... Но, тем не менее, о тех временах помню с уважением. Вот. Ну, а, в принципе, вот, предположим, там, в более юном возрасте ты мечтал, вот, именно играть в «Коррозии металла», то есть это, может быть, была какая-то там твоя мечта, там, с детства? Не, ну, конечно, как и любой металист, там, в детстве я был диким фэном «Коррозии металла», вот. Вот, я слушал ее еще с конца 90-х годов, вот, у меня были еще магниты-альбомы, которые не издавались вообще потом нигде, вот. И, естественно, конечно, я мечтал, а поскольку где-то в 13-14 лет я начал сам учиться играть на гитаре и играть, конечно, я мечтал. И когда я стал гитаристом «Коррозии металла», то, как бы, вот, вот, моя мечта осуществилась. Ха-ха, так вот. А скажи, вот, предположим, уходя из «Коррозии», ну, сейчас ты испытываешь какое-то сожаление или когда уходил? Ну, нет, не испытываю, потому что у меня причины очень серьезные для этого решения были, для ухода из «Коррозии металла». Вот. А в каких-то еще проектах ты играл? Конечно, еще был проект у меня замечательный «Empire Rising», вот, который существовал в середине 90-х годов, когда я работал техником в «Коррозии металла». По-моему, он только назывался «Империя резинов». Нет, он назывался «Empire Rising», на самом деле «Империя резинов» — это, соответственно, КТР-трактовка. А скажи, а ты участвовал в каких-нибудь там фестивалях по типу «Железный марш» и так далее? Да, конечно, участвовал, да. Участвовал в фестивалях «Железный марш» и «Трэш твою мать» неоднократно в составе различных ансамблей. Ну, вот я знаю, что сейчас у вас события даже более, можно сказать, серьезные, чем выступления там на большой площадке или там твоего «Макса» участия в «Коррозии металла». Вы выступаете вместе с группой «Гори Фест» зарубежной в точке 1 декабря. Вот скажите, волнуетесь как-то? Ну, не знаю, вот и волнуешься. Я нет. Я тоже нет. А что волноваться-то? А что волноваться-то? Мы с «Дистракшеном» играли два раза, с «Диапокалиптишн» и «Райтер» играли, с кем только не играли вообще, в конце концов. Ну, и нормально всегда все было. Просто есть ситуация, когда ты выходишь на сцену и ты знаешь, что мы же все равно сможем все это сыграть и все будет клево. Какая разница там? Просто мы ориентируемся на те факты, которые нам говорят наши поклонники после концертов, наши друзья, знакомые, просто посторонние люди, которые пришли на концерт. То есть каждый концерт заканчивается тем, что нам говорят, да, все круто, как клево играть. Поэтому мы как бы выходим и уже не переживаем. Ну, первый раз, предположим, выходя на сцену, зарубежные команды вы испытывали какое-то там стеснение, например, или немного, может быть, все-таки волновались или боялись конкуренции? Ну, ведь было наверняка так. Или нет? Ну, как бы... Ты помнишь Distraction первый? Ну, да. Первое выступление Distraction, да, ну, так волновались, как бы, думали, вот, мы там сейчас выйдем, да, совки и трэшеры там, короче, тоже трэш играем. И эти олдскульные звезды, которые, ну, с детства были кумирами нашими, да, а тут люди вышли, ну, и сыграли, как бы, я бы не сказал, что прям гиперкруто. Ну, зато они, как люди, очень хороши в общении, то есть такие интересные достаточно, и достаточно непафосные, без комплексов, абсолютно. Ну, а в плане выхода на сцену, я, по-моему, даже что-то так запарился с саундчеком, что я даже не, ну, уже голова о другом думала. А с кем из зарубежных звезд вам было интереснее всего играть? Ну, вот с кем, с кем нам из зарубежных звезд было больше всего интереснее. Потому что стилистически это наш коллектив. Стилистически это наш коллектив, да. А вообще, вот, начиная заниматься музыкой, там, в 90-х годах, ну, и сейчас уже фактически другой век, чувствуете вы, что народ, там, предположим, меньше интересуется металлом, то, что поклонников меньше, то, что меньше востребована эта музыка, и, предположим, даже если группа играет талантливо, ей тяжело пробиться. Как вы думаете? Ну, я бы ответил на этот вопрос так, что в нашей стране просто, как бы, на самом деле с металлом все в порядке. Вот. И шоу-бизнес развивается в нашей стране не по дням, а по часам, на самом деле, вот. Как бы, просто на самом... К металлу не хватает какого-то особого внимания неких людей. Вот. Чуть-чуть не хватает совсем. А так, на самом деле, я считаю, что все нормально. И вон, есть метал-группы, которые зарабатывают деньги, ездят на гастроли, в туры и прочее. И альболосинки продаются. В чем мы отличаемся от той же самой Германии? Ну, от Германии-то, скажем, отличаемся, наверное, по-любому. Ага. То есть, потому что там это развито уже давно, а у нас как-то это все пущено на самотек. А, у меня возник вопрос, извините, выбивающийся немного из вашей общей темы, которую вы сейчас обсуждали. У вас вообще, вот, у тебя, Виталик, и у тебя, Макс, вот, вообще, музыка, она стоит на каком месте, вот, если, допустим, разделить какие-то стороны жизни, да? То есть, есть там музыка, есть там еще что-то, какое-то там, может быть, занятие или дело, или семья, я не знаю просто, да? Вот музыка какое место занимает в вашей жизни? Ну, вот, в моей личной жизни занимает это первое место, потому что это мой единственный заработок в жизни. Ммм, прекрасно. У тебя тоже с вами? Одно из ведущих мест. А, одно из ведущих мест, ну вот, все-таки не совсем одинаково. Ну, если уже заговорили о музыке, может быть, стоит поставить какую-нибудь песенку группы Manic Depression? Да, это было бы клево. А какую, кстати, вы предлагаете? Я вот предлагаю поставить с нового альбома, точнее, с нового EP. Новую песню, новую фьючер, открывашку. Новую фьючер. Отлично, ребят. У вас недавно, да, он вышел? В мае месяце, да, уже не в мае, в июне. Ну что ж, готовимся к прослушиванию песни Новую фьючер. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привет! И у нас снова Манник Депрэшн и самый прекрасный вопрос в чате, который я видела за последнее время. Реми спрашивает, а вопросы Манник Депрэшн где задавать? Итак, Реми, могу тебе сказать, что тебе по специальному блату можно задавать вопросы прямо в чате. И также можно выиграть в подарок от группы Манник Депрэшн диск с волшебными автографами. И сразу же его заслужишь. Ты первый претендент, например. Да, то есть ты нас уже развеселил. Итак, ну вот, кстати, по поводу Манник Депрэшн, вот такая шикарная кепочка, как у меня, и у Макса, и у Виталика, она продается. То есть можно ее еще купить на сайте группы Манник Депрэшн. Манник-депрэшн.ру Также там можно заказать любой другой мерчендайзинг. Будете такими же модными, как и мы. Ну а теперь, ребята, расскажите о своем новом альбоме, потому что я знаю, что раньше у вас песни были в основном на английском, а сейчас почему-то вы решили обратиться к русскоязычным песням. И вообще вот песни с какой лирикой вам пишется легче? То есть с англоязычной или с русскоязычной? Ну, безусловно, с англоязычной, конечно. Конечно. Несмотря на то, что мы русские люди, вот, как бы, ну такая музыка, она, на мой взгляд, лично, как вокалиста и гитариста коллектива, она для меня все-таки воспринимается на все 100% на английском языке, на русском языке она не воспринимается. Мной, лично мной. Вот, как бы, группы Мастер и прочие группы, которые играли трэш-метал в нашей стране, начинали его играть на русском языке, и вообще, конечно, слушаются смешновато, честно скажу. Вот. А твое мнение, Виталий? Ну, конечно, английский язык звучит по-любому лучше. Ну, не, мы петь проще вроде как. Ну, не сказать, чтобы, наверное, проще, я не знаю. Это у Макса надо спросить. А ситуация в том, что... Ну ладно. Чтобы он лучше ложится сам по себе. Ну да, да, понятно. Итак, Реми задает вопрос. А вообще, и Ваня Изотов сейчас где? Вообще, кто такой Ваня Изотов? Ваня Изотов — это наш бас-гитарист, который также является параллельно бас-гитаристом группы «Эпидемия» и бас-гитаристом группы «Блондинка Ксю». А сейчас он дома. Сейчас он дома, видимо, отдыхает. У него масса репетиций. Они готовятся к презентации «Эльфийской рукописи-2», которая произойдет 2 декабря в Лужниках. А первого у него с нами, соответственно, концерт в «Точке» в саппорте у группы «Горфиаст». Поэтому они сейчас готовятся к репетициям. Ваня просто уже устал. Да, устал. Не смог прийти сегодня. А кто у вас четвертый группа? Четвертый у нас Саша Ветхов, барабанщик наш. Также он является барабанщиком группы «Оргия праведников». Такой певицы, как Алена Сверидова. Такой группы, как «Новая модель». В общем-то, гитаристом, который также являюсь и я. Где он еще не играл? Ну, где он только не играл, короче. В общем, нет. Основная его группа «Манеки Брышин» и «Оргия праведников». Но сегодня он не смог явиться по причине очень большой занятости. А «Новая модель» что-то знакомое. Это, по-моему, что-то связано с «Демнами Гильотин». Да-да-да, это проект Протеуса, но это сейчас абсолютно не химообразная музыка. Это такой конкретно бидва-образный рок. Это вот мы вот сейчас записали альбом, пластинку. В общем, то есть я играю в этой группе на гитаре, Протеус поет, вся музыка его, и как бы такая тема. Ну, я смотрю, у вас даже на диске засветилось то, что новый альбом у вас при участии Шуры Би-2. А как он участвовал вообще? И с какой целью? Ну, он спел в одной из песен «Леднящая вечность». Это, так сказать, новая версия песни «S.V. Rising Inferno» с альбома «Planet Spiritual Decay». Она здесь на русском языке, и Шура здесь поет вторую партию вместе со мной, которую в оригинальной версии пел Никита Ржанцев на английском языке. Ребят, скажите, а вот вы, да, думаю, понятно, а вот еще другие участники, так сказать, коллектива, которых вы назвали, вы все одного поколения примерно, или, допустим, там, скажем так, другие, они там, допустим, моложе там или... Все разных поколений абсолютно вообще. А, то есть... У нас очень странная ситуация в группе. У нас вот Виталий самый старший. Ну да. Да, вот. С какого-то года, Виталий? Семьдесят первого. Семьдесят первого. То есть это поколение как раз вот конкретно кого? Блоксабатистов? Нет, я тоже не слушал это. Я уже слушал сразу. Так, да. А я 75-й год. Это я уже... Я уже это Экцепт, Ранинг Вайлд, такие дела от Металлика, Мегадед на ранние дела. Вот. Барабанщик у нас еще младше. На сколько он у нас младше? На... Ну, где-то на 4, на 3, да. И самый маленький у нас это Ваня, конечно. Ему всего 24, там, или 23. А еще младше. Даже меньше. Даже меньше. Ну, понятно, да, то есть действительно... Все люди разных поколений, да. Вот так вот. Вот не зря. Не возникает непонимания? Да нет, возникает, конечно. Ну что? Конфликт поколений. Конфликт поколений возникает по-любому. То есть... Ну где он? Он же не глобальный. Ну да, он не глобальный, да. То есть вы скорее проводите время по возрастному признаку. Ну да. То есть вот как я смотрю, вы вдвоем, как я услышала, как Паук и Боров, как... Симонсу Стэмли. Стэмли, 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 да, и Пол Стэмли. Ну, конечно. А, предположим, то есть бывает, что вы подготовили песню, уже все, одобрена музыка, лирика, а потом вдруг она не нравится кому-то, и вы ее просто выбрасываете из своего... Нет, ну такого, как правило, не бывает. Мы обычно либо начинаем дорабатывать такой материал, который такой вот вдруг возникает. Вопрос по поводу него, что он немножко не в контексте как бы получился. Мы начинаем его либо дорабатывать, но в любом случае он всегда делается. У нас нет песен, которые выкидываются на помойку. У нас просто не бывает изначально таких песен, от начала до конца все отстой. То есть если где-то есть какое-то слабое место, то все равно в песне обязательно, если она не от начала до конца вся крутая, то в ней обязательно есть крутые куски, которые можно где-то использовать. Конечно. То есть в любом случае все делается. То есть максимум откладывается в архив. Ну да. И, соответственно, сразу же у меня возникает вопрос насчет концертов. Потому что я знаю, что вы выступаете сравнительно нечасто по сравнению с некоторыми группами, которые там выступают раз в месяц хотя бы. Там название вашей группы на афишах я встречаю реже всего. С чем это связано? То, что вы так много репетируете, вы так заняты? Или, предположим, если выступать часто, то уже нет возможности собрать такую большую аудиторию? Нет. Вот, Виталий, ты можешь... Да, вопрос такой косноязычный. То есть здесь можно несколько ответов дать сразу. Во-первых, лучше меньше да лучше. Во-вторых, ну нет предложений как таковых. То есть хороших предложений. То есть играть на нормальном аппарате, в нормальном клубе, на нормальных условиях. То есть частично есть занятость, опять же, музыкантов. То есть если есть какое-то предложение, то оно должно там за месяц-полтора утрястись. То есть, во-первых, помимо того, что мы должны быть... Нам интересно оно было. Еще нужно какое-то время, чтобы по графику его уложить. А у вас такой жесткий райдер технический насчет аппарата и всего. А кто у вас это устанавливает? Да мы сами все. Райдер технический, райдер писал лично я. А почему такие там требования, что именно обязательно прям вот хороший аппарат? Ну, потому что мы играем такую музыку, которая должна либо прозвучать, либо если она не звучит... Либо, то есть, ну, я не знаю, как еще это объяснить. Вот, это я просто... Ну, я просто работаю в некой сфере, где мне приходится с этим сталкиваться. А, предположим, вас зовут в какой-нибудь город на окраине, где очень плохой аппарат, но очень много ваших поклонников. Согласитесь с этим? Мне кажется, поедем по-любому. Конечно. То есть, вам это... Тогда мы возьмем часть своего аппарата. Скорее всего, будет так, и поедем в этот город. А часто бы вообще удавалось выступать по региону? Особо предложения не было. Ну, почему бы не было? Ну, как бы было, но почему-то не срасталось, либо по тем, по иным условиям, потому что... Либо нам, то есть, приглашают как пионерскую группу, которой мы, собственно, не являемся. Ну, а с ротацией у вас как вообще? То есть, там, на каком-то телевидении, радио удается вот сейчас как-то пробиться? Или все-таки все равно тяжело, есть какие-то проблемы? Да нет, мы, конечно, полные дауны, например, у нас ничего вообще нет, никаких ротаций, ничего. С какой ротацией? Да, вообще-то не понимаем. Я не знаю, то есть, вот что это. Как бы у нас диски не продаются, вообще ничего не продается, на наши концерты никто не ходит. Вообще, зачем мы сюда пришли? Нет, нет, на самом деле, ребята, вы зря. Причем здесь какие-то альбомы, диски, то есть, это вообще все не важно, что вы говорите. Мне кажется, кайф в том, что вот просто замечательные, как бы, люди, музыканты, и уже хорошо, что мы все здесь собрались. Ну, круто. Да, ну и так, сразу же еще вопрос, как раз по поводу сбора. Недавно читая интервью одного известного метал-музыканта на вопрос о подборе, он ответил, что я выбираю музыкантов не, скажем так, по навыкам, а по общению. То есть, прежде чем там согласиться взять человека в группу, предположим, хотя бы на короткий срок, я его введу в кафе, там мы с ним пьем, вот, и там, предположим, там, едим. И вот уже там через час я понимаю, смогу я там с этим музыкантом работать или нет, даже не прослушивание. Смотрю, как съел, что ли? Да, да, вне зависимости от того, как он играет. Ну, то есть, если плохо, то я его обучу. Вот, ребят, как вы подобрались вообще, по какому принципу, как вам удалось соединиться всем вместе? Ну, у нас немножко другой принцип был подбор, это вообще-то, на самом деле, мы, в то время, когда мы все перезнакомились, ну, это, по крайней мере, когда мы с Витальиком познакомились, там вообще все по-другому схеме протекало. Ну, то есть, как бы, зачем ее еще зазвучивать, там все по-другому было. Да, это было не, ну, это было по-другому давным-давно. Это сейчас история займет не пять минут. И сразу же у нас вопрос из чата от Рэмми, ну, правда, к сожалению, я даже его не совсем понимаю, потому что они знают, что такое группа Эксодас. Эксодас, я очень хорошо знаю эту группу. Вот, Planet Spiritual Disay, отличный альбом. Как вы относитесь к группе Эксодас? Два ваших последних альбома и два Эксодас похожи, но вы выпускали их раньше. Давайте засудим Эксодас. Давай, считай, что мы дикий. Да нет, на самом деле, я не знаю, где они похожи на Эксодас. Куда он идет-то? Что ему надо? Кто это такой вообще? Что за чудище-то? Пустили в студию, уберите его вообще отсюда. Это что, тварь? Вот. Ну, то есть, вы тоже считаете, что Эксодас... Да нет, он ничего похожего вообще нет, несмотря на то, что мы дикие поклонники этого. Нам нравится творчество этого коллектива. Ну, отлично. Я думаю, что давайте, чтобы еще раз разувериться в том, что вы похожи на Эксодас, мы послушаем... Послушаем песню. Да. Я даже не спрашиваю музыкантов... You will be with us again. Да, то есть даже я упросила поставить эту песню, потому что при первом послушивании альбома мне она понравилась именно больше всего. Итак, слушаем. You will be with us again. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Микрофон. Домой или к этому. Нет, я не женат. А у Виталика женат, вот, например. У Виталика... Виталик, поподробнее, пожалуйста. Сколько лет ты женат? Жена и сын. Я не знаю, сколько лет я женат. Ну, приблизительно. Ну, лет 10, в общем. Нет. 5, 6, 7. А жена смотрит сейчас нашу передачу? 7. Наверное, да. По крайней мере, собиралась. Ну, тогда мы с ней темные передаем привет. Что еще спросим у нас? Что еще спросим? У меня-то вопросов много, на самом деле. Да, мне тоже. Я очень часто спрашиваю, меня все интересует, ради чего вы могли бросить музыку? То есть, предположим, ради денег, ради какой-то удачной карьеры. И где без музыки вы себе не представляете уже жизнь? Ну, я лично нет вообще. Я тоже не смогу бросить музыку. Это просто нереально. И сменить сили, предположим. А краску сможешь? А сменить стиль? Сменить стиль? Нет. Ну, можно сделать проект. Сейчас же мы живем в какие годы? Это же не времена Битлес, когда... Ну, да. Понимаешь, Вика, бросить музыку это не бросить курить, например. То есть, не отказаться от вредной привычки, а бросить музыку значит закончить свое существование. Конечно. А считаете ли вы, что если бы обладали большими денежными средствами, вам бы удалось, предположим, делать более качественную музыку или осуществить какие-то вот свои планы в плане музыкальной самореализации? Конечно. Ну, возможно, да. Конечно. Возможно, да. Я думаю, что по-любому. Да, конечно. То есть, иметь достаточные деньги, можно нанять достаточную студию, можно поехать в тур. В тур, поехать по Европе. Нет, Маталик, ну, у тебя другие тусовки. Я бы, короче, аранжировщиков на него буду. Просто дорогих, все. А на данный момент вы довольны, вот, предположим, тем уровнем, на котором находится Маник Депрэшн? Ну, то есть, положим, на данный момент, на данный ваш возраст осуществились ли ваши какие-то планы? Или все-таки вы планировали, что в этом возрасте уже вы будете заниматься музыкой на другом уровне? Или вообще не будете заниматься? Ну, как сказать. Я-то буду продолжать по-любому, пока не сдохну. Частично, то есть, ну... Как сказать? Макс, а дочка слушает музыку? Да, классическую только, исключительно. Только классическую? Только классическую, да. А, я хотела сказать вот твою вашу. Нет, нет, нашу не слушает. Ей 7 лет, но она слушает исключительно классическую. Да, просто сложно это представить немножко. Ну, а сами-то вот бытует такое мнение, что рокеры там учились в школе плохо, пили, курили, там бегали за барышнями, участвовали в каких-то подростковых драках. Вас-то это обошло, или вы тоже были мальчишами, плохишами? Ну, конечно же, безусловно. Ну, подробнее. Мы были такими, как все. Мальчишами, плохишами, плохушами. Ну, так хулиганили, конечно. Хулиганили. По-любому. Ну, подробнее. То есть у вас были все-таки какие-то проблемы с учителями. Хулиганили. Он не любил учителей. Да, он не любил. Девчонок наверняка, да, в школе обижали? Нет, нет. Я не обижал. А пили уже в школьные годы? Да. Не обижал в школьные годы девчонок? Девчонок я к ним приставал. А портвейн в школьном саду был? Конечно. Ну, это как же. Это классика, конечно. А в постшкольные годы коснулся ли у вас такая тяжкая обязанность, как советская армия? Ну, для Виталика она, наверное, советская, а для тебя, Макс, наверное, уже российская, да? Ну, да. Что это посвятило? Да. Ну, меня Господь избавил. От этого напасти. Да, я был в армии. Ну, и как вообще? Это дурдом. Ну, как ты считаешь, вообще, вот эти годы, они отняли что-то у тебя от музыки? От музыки, да, скорее всего, конечно. Потому что два года я практически был оторван от инструмента. И когда вернулся, мне просто пришлось нормально восстанавливаться. А как давно и в каких подразделениях ты служил? Ой, это было очень давно, что я даже не помню. Железнодорожные войска. А ты уже тогда любил тяжелую музыку? Тяжелую музыку я любил с 12 лет. Ну, то есть, а тебе удавалось как-то в армии реализовывать свои идеи? Предположим, просто, скажем так, возвращаясь немного назад, у нас, значит, был в гостях, по-моему, как-то музыкант из группы 13-е созвездие, который рассказывал, что вот, собственно, в армии он и создал свой музыкальный проект впервые. То есть, мало того, что он сам любил такой рок-н-ролл, так он еще там и подрядил к этому людей, которые, в принципе, не были даже готовы и настроены на такую часть. То есть, у тебя могло получиться вот как-то с кем-то? Вот я отвечу на этот вопрос так, что на этот вопрос хорошо бы ответил наш барабанщик, который вот именно в армии начал играть впервые в стрессовом проекте. Ну да, именно на службе в рядах. А вот с кем вы играете на одной сцене, коллеги по цеху? У вас есть с кем-нибудь из групп конфликта? Да нет. Обычно мы дружим с коллективами, с которыми мы играем. А с какими коллективами вы дружите, выступаете вместе? Куча их. Ну, куча, например, начиная от Тестамента и заканчивая там канимал-корпсом, слэйром там, да. А споры не забывают в коллективе, например? Конечно. Вот, допустим, по поводу... Ну, по поводу того... Мордобои даже бывают на репетициях иногда. Ага, насчет того, как исполнять ту или иную композицию, да, например, что там? По поводу какой инструмент? Ну, обычно все конфликты сводятся к всеобщему унижению басиста. Да? Да. А, это такой тощий, да, у вас? Да, по-моему, очень... А почему вы его так? Ну, мы любя как бы. Это не со зла совершенно. Не, ну, по-любому, в случае, должен быть человек, который должен ответить за все, по конечному счету. Вот это будет ваш басист. У нас предыдущего все унижали. Давай найдем виноватого, это будет он. Да. У нас предыдущего басиста, кстати, унижали все. Всегда. Басисты, это уже кара. Да, это участь, ну, это как нюстер в металлике. Если кто-то знает про историю, там вообще очень забавно. Так, так что басисты, если будет проходить конкурсный набор в группу Manic Depression, ни за что не соглашайтесь. Да, это не только Manic Depression, это участь всех басистов. Я слышала, что в основном не любят барабанщик. То есть барабанщик самый крайний, как бывает часто. Ну, может быть. Нет, частенько, частенько. То есть, либо на него все шишки попадают, либо некоторые вообще предпочитают не иметь барабанщика. Но у нас с крайними тоже все бывают по неделе. То есть пока один лидер... Мы не можем быть барабанщиком. Мы можем быть барабанщиком. И тема такая, пока один лидер, вот по неделям же у нас, а другой в это время тот как на пятый. Идет перемещение. Лидер, вот этот басист, он тоже бывает лидером? Да, конечно. Каждый день. Каждый день? Практически. Странно. Ну и как же вы угрызаетесь? Каждый его день, вот его обычный день, начинается с того, что он поднимается до лидера. В конце дня его в косле и совершенно скидывают, короче, с музыкального олимпа. А другие в этот момент быстренько становятся лидерами. Да, да, да. Кто-то из вас, да? Кто-то из вас, да? Ну, может быть, и так. Наверное. Думайте, как хотите. Царь горы. Уж очень так это все закручено. Ребята, а насчет музыкального олимпа. Вы следите за событиями на так называемом олимпе? Покупаете или читаете метал прессу какую-нибудь? Или хотя бы смотрите мультфильм «Металл апокалипсис». Да, мы дикие фанаты, в общем-то, этого мультфильма, так сказать. Вот это... Да, конечно, смотрим мультфильмы и читаем прессу. А вы отождествляете... Мы не умеем больше играть ничего, кроме «Металла». А вы отождествляете себя с героями мультсериала «Металл апокалипсис»? Полностью вообще наши прототипы. А если не секрет, кто есть кто? Виталик, скажи, ты имена знаешь, я не знаю. Не знаю. Тогда вы не похожи. Я буду с Визгой. Кто? Я буду с Визгой. А я тогда тот с белыми волосами. Не, ну вокалисты там был с черными, насколько я помню. Есть. А я буду, который с белыми. Который норвег. Ну, прекрасно. Бежен свет. А, предположим, вы же воспитывались на какой-то музыке. Ну, пожалуйста, расскажите, на какой, скажите, с кем из, так скажем так, метал-героев вы себя отождествляете. То есть с кем-то из музыкантов, или с кем-то вы хотели бы выступить, или на кого-то считаете себя похожим. Конечно, хотелось бы выступить с группой ACDC, по большому счету. Вообще, моя мечта всей моей жизни. А также с группой Kiss. С группой ACDC на одной сцене. С группой Kiss. И сыграйте ими песню Hell's Bells. Ну что, может, музыку послушаем? Да. Ребят, какую песню послушаем? Давайте послушаем песню. Кавер? Кавер на группу Twisted Sister, которая называется Come Out and Play. Маник Депрессион, Come Out and Play. Отлично. Итак, слушаем, Come Out and Play. Маник Депрессион. Маник Депрессион, Come Out and Play. Продолжение следует... 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 кайф играть. То есть, главное, чтобы это было для кого-то. Да. А были у вас ужасные концерты, предположим? Были. Которые вы приходите, а народу нет? Были. А как вы выходили из этой ситуации? Было ли тяжело играть? Играли, играли и все. Ну, как народ? Все равно же кто-то есть. То есть, так, чтобы совсем ни одного человека перед... То есть, вы так же одинаково выкладываетесь, как и перед там полутора тысячами человек, так же и перед пятнадцать. Конечно, да. А вот после музыки какие у вас следующие интересы на втором месте? Вот именно интересы? Да, обычные нормальные интересы. Ну, там мало ли, может, кино там или... Кино, да, пожалуйста. Кинобильярд. Ага. Вот. Бухло. Бухло. А у тебя, Виталий? Коллекционирование пластин. Ну, вот. Ну, вот, кстати, не так уж и обычно, между прочим. Поездки за границу, например. Да. Опять же. Конечно. Ну, к сожалению, пока не с турне, да, как я понимаю? Нет, как туристами. Да, как туристы. Ребят, а какие вот самые необычные слухи о себе вы слышали? Да, вот... Ну, вот я о себе самый необычный слух слышал. Вот, например, это от лидера группы Калаврат Дениса. Вот. Некого такого человека. Я просто был... Не буду скрывать, был одно время участником этого коллектива. Вот. Где-то мне от него прислали письмо такое случайно знакомое, якобы распространенное им в интернете, где он говорит обо мне, что, в общем-то, я наркоман, антифашист. Вот, значит, и группа Моник Депрессион является антифашистской группой. Вот, как бы мы, что мы еврейские шавки и прочее. Вот. Вот это это просто, например, как бы непонятно вообще. То есть, какие-то вот такие высказывания обо мне. Вот. Я взываю, если, Денис, ты сейчас меня видишь, прекрати прекрати эти наговоры. Да, вот. Это полная идиотия вообще. А ты, Виталик, сталкивался? Да не знаю, я что-то особо ничего как бы не замечал. Нет, кто-то мне недавно что-то рассказывал, какие-то такие слухи интересные про первый альбом. Кто-то же мне недавно говорил, что что-то было такое связанное с первым альбомом. Да, Денис, не забудь, что в твоем коллективе играет бас-гитарист, который участвовал в записи этого первого альбома Моннинг Депрессион, который посвящен жертвам Холокоста. Ну вот, да, прям для Дениса сегодня больше обращений, чем к прекрасным женщинам. А, кстати, насчет женщин, вообще, поклонники пишут письма. Электронные, что ли? Ну, любые. Электронные, кто-то электронные. СМС, да? Нет, ну, кто-то электронный, кто-то. Ну, фэны пишут письма, конечно, не так часто, но зачастую... А какое самое необычное письмо вы получите? Не знаю, Виталик у нас за почту отвечает, в общем-то, пускай... Почтальон Печкин. Ну, я не знаю, в принципе, письма-то все стандартные. Все, да можно закидывать даже на наш сайт, на MySpace и почитать, что люди там пишут про нас. Это же не секретная информация, в принципе. Ну, вот, кстати, просто недавно я столкнулась с такой ситуацией, я думала, что это пережиток, который уже, в принципе, полностью упразднен в конце 90-х, там, в начале 2000-х. То, что бывает во время концерта музыкантам из зала посылают записки. Об этом я не слышала очень давно, вот, но, кстати, сейчас мне рассказали, что это даже произошло в этом году. Уже на гастролях у людей в регионах. Скажите, вот вам когда-нибудь послали такие записки и были ли в них какие-нибудь дурацкие надписи? Да нет, нам не посылали конкретно. Ну, как бы, кто нам посылать-то? Вот, волосатые металлисты, которые статут Молсана, они такие, это девочки аж обычно посылают. Это же, это, наверное, наблюдается на готик-концертах. Нам прислали... Или на концерт группы «Эпидемия». Нам прислали письмо из Лос-Анджелеса, где написали, ребята, вы очень круто рубите, мы просто похаваны, и нам больше не стоит играть. Подпись гласила Тома Рая, Керри Кинг. Просто фея темно оживила мне эпоху записок, я просто так живо вспомнила действительно всяческие концерты, там, например, а-ля там какой-нибудь покойного Александра Непомнящего, или же там с ума сошедшего романа Неумой, вот, то есть прям вот живая картинка в памяти всплыла. Как говорится. Ну, и так, к сожалению, у нас передача подходит к концу, осталось буквально две минуты, и хотелось бы напомнить, то, что в следующую пятницу, 16 ноября, у нас будет в гостях прекрасная группа Натиск, которая в последнее время стала очень известна, и у них присутствуют как лирические композиции, так и более быстрые в стиле пауэр-метал, поэтому не пропустите группу Натиск. К тому же уже с новым вокалистом, поэтому для всех слушавших группу Натиск ранее есть возможность получше познакомиться с фронтменом, прекрасным Алексеем Тышкевичем. Итак, сейчас попрощаемся с группой Манник Депрэшн, я думаю, есть что еще сказать нам на прощание. Stay true. Stay heavy. Stay metal. Отлично. Stay brutal. А, отлично, отлично. Ну что ж, ребята, дорогие друзья, я тоже с вами прощаюсь, светлое всего вам, счастья вам. Давайте, леденящая вечность послушаем. и сейчас мы послушаем композицию под названием «Леденящая вечность» в исполнении группы группы Манник Депрэшн и Шуры Би-2. И Шуры Би-2. Итак, спасибо всем, кто смотрел Рок-клинику, с вами была Фея Светлая и Фея Тёмная. До свидания. До новых встреч в следующую пятницу. Рок-клиника навсегда. Forever. Пока. Рок-клиника.